Рад вас видеть. Сегодня здесь будет посеяно семя великого знания, и вы еще не раз вспомните этот день. Предлагаю обсудить вопрос, который мучает человечество испокон веков. Куда идти бренному и потерявшемуся духовно человеку на грешной земле? В наш атомный век считается, что люди стоят у руля планеты и ведут ее прямым курсом к общему счастью. Проблемы нефти, терроризм, коррупция, торговля оружием, людьми, наркотиками – это лишь мелкие преграды, встречаемые на пути. Но по сути, куда мы движемся и какова цель? Ответы на подобные сложные вопросы всегда давали религии и духовные практики. Они, не комментируя, не объясняя, говорили, что следует делать, и так обеспечивали мотивацию. По сути, эта мотивация ничуть не сильнее аргументов нынешней псевдодемократии. И сегодня уже ни одна из подобных морковок не прельщает сытого, трусливого и глупого хомоэректуса. Все эти мифические решения скомпрометированы миллион раз. Верят им лишь абсолютно наивные или совсем отчаявшиеся люди. А что делать всем остальным? Эзотерическая тропа Амебиуса – путь единиц. И вряд ли такое спасение собственной шкуры можно назвать подвигом. Поэтому, дорогие мои, пока я жив и айсберг еще впереди, мы можем повернуть наш Титаник. И подвигом будет именно изменение курса. Понимаете, о чем я? Но знаем ли мы этот путь? Да, знаем. Все религии так или иначе говорили о нем. Все тайные учения от древнего Египта до современных практик нерового правительства были устремлены к нему. Каждый человек, в мучительных размышлениях, создававший свою собственную стихийную философию, находил его. Я назову вам путь спасения всех и каждого. И теперь вам нужно быть предельно внимательными. Потому что я готов раскрыть вам сегодня великое знание. Путь – это я. Путь – это я.